Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на канале связать можно все. И сегодня я хочу поговорить с вами про образцы. Это достаточно такой важный вопрос вязания и много споров, много мнений. Я хочу рассказать свое мнение, свои наблюдения, свой опыт по образцам и рассказать, что в принципе я не вижу образцы. И если вижу образцы, то, как правило, это случается очень редко и на то есть весомые причины. Ну и давайте приступим. И первое правило, которое я бы хотела осветить, что в принципе образцы нужно вязать всегда. Прежде чем вязать изделие какое-то, нужно купить пряжу и связать из этой пряжи образец. Это говорит человек, который не вяжет образцов. Как бы это смешно не звучало, но это действительно так. Образцы нужно вязать. Но бывают случаи, когда в принципе вы можете перед новым изделием не вязать образцы. Таких случаев достаточно много. Первый случай это если вы уже вязали из такой пряжи и в принципе вы знаете, как эта пряжа себя ведет после ВТО. Если вы, например, вяжете одним и тем же инструментом, например, вы вязали спицами номер 3 и собираетесь вязать тоже спицами и такой же узор использовать. Также можно не вязать образец, если вы когда-то вязали из этой пряжи, но плотность вы забыли и вяжете для себя. И в принципе в процессе вязания, в зависимости от того, как вещь будет меняться, вы будете менять свою тактику, свои действия. То есть если, например, получается чуть шире изделие, значит вы будете делать, например, кофточку оверсайз. Если вы вяжете для детей, вот у меня, например, у деток разница 2 года, если я вязала для одной и получила чуть больше, то это для старшей идет, если чуть меньше, для младшей. Ну а если я вообще не угадала с размером и получилось еще меньше, то у нас есть подружка маленькая, которая на полтора года младше. И поэтому, в принципе, для нее это изделие подойдет. Так что вот, если же вы вяжете на заказ, то тогда нужно вязать образец перед заказом обязательно. Даже если вы этой пряжей уже вяжете 10, 20, 30 лет. В последнем видео 2016 года, новогоднем, нет, не последнем, предпоследнем, я показывала готовые изделия. И там были носочки, связанные из Alize Lana Gold Classic на одних и тех же спицах. Но были они связаны с некоторым промежутком времени, где-то в месяц, может быть, два. Эти носочки, там мужские были носки, они были связаны, одни, по-моему, на 58 петель, а другие на 54. Но в видео я показываю, что носки получились просто один в один, одинаковые, хотя разница получилась в 4 петли носок, то есть плотность отличалась. То есть за счет того, что у меня через месяц поменялась немного плотность, и я вязала более плотно, мне понадобилось набрать меньше петель, хотя носки получились, как я вязала до этого. Так вот, о чем я хочу сказать. Например, у меня есть образец. Я вязала жилетку прошлым летом. Это пряжа от Сиам. Я вязала своему брату жилетку. Я знаю, что этот образец связан на спицах 4.0. В принципе, так как у меня осталась пряжа, я думала связать кофточку себе и могу померить по этому образцу плотность. Но если я буду вязать из этой пряжи на заказ, я, конечно, этого делать не буду, даже если буду использовать спицы номер 4. А все потому, что плотность моя, конечно же, уже поменялась за эти полгода и даже больше. И получится, что я просто-напросто не попаду в такую же плотность. И будет это совсем печально. Ну, если, например, для себя буду вязать, это не так плачевно. В принципе, можно оставить вариант и вязать именно спицами номер 4 из этой пряжи и рассчитывать по этому образцу. Что еще я хотела вам сказать по образцам. Когда вы связали образец, желательно, конечно, вязать образец очень большой. То есть, в принципе, не полениться, а и вязать на образец целый моток пряжи дополнительный. Для того, чтобы все-таки понять, как же эта пряжа ведет себя после стирки, во время, после сушки. Тянется она, не тянется. Чтобы такой вот маленький образец, который весит всего 10 грамм, он себя ведет по одному. Если вы свяжете, например, изделие, которое будет весить 500 грамм, то есть в разы больше, то совсем будет себя изделие вести по-другому. Поэтому образцы нужно вязать большие. Когда вы связали образец, его нельзя сразу отправлять в стирку. Нужно обязательно его измерить. Измерять можно по-разному. Можно измерить его от кромочной до кромочной. Можно измерить от первой петельки до последней петельки, без кромочных. И при этом нужно запомнить не только значение, которое вы измерили, то есть ширину и длину. Ну а также запомнить, чем вы измеряли. Это может быть вот такая вот линейка железная, пластмассовая, деревянная. Но лучше всего измерять образец именно лентой. Лентой, которой вы снимали мерки. Почему? Потому что лента, она имеет свойство немножко искажать значение. Буквально миллиметры. У меня, в принципе, здесь показывает один в один практически. Но уже где-то с 7 сантиметров она уже уходит на 1 миллиметр длиннее. То есть она у меня растянулась. И, соответственно, когда мы измеряли достаточно большой объем, он вроде как должен получиться меньше. Если же вы будете измерять вот такой вот линейкой, то погрешность также будет в нескольких миллиметрах на 10 сантиметров. А уже, когда вы будете это переводить на большое изделие, это уже будет погрешность в несколько сантиметров. И давайте с вами рассмотрим вот такой пример. Допустим, мы связали образец, измерили его, и у вас получилось, что в одном сантиметре 2,4 петли. После того, как вы постирали его, высушили, вы снова измеряете, и у вас плотность меняется, она становится 2 петли на 1 сантиметр. То есть образец у вас растянулся. И когда вы вяжете изделие, например, в объеме 100 сантиметров, вы должны посчитать именно конечный результат, то есть после ВТО, там, где плотность вязания всего 2 петли. И затем, когда вы будете вязать, можно заметить, что ваше изделие, оно будет меньше. И если пересчитать это на 100 сантиметров, изделие получится на 17 сантиметров в объеме меньше. А после стирки оно растянется, увеличится и станет необходимым объемом. Поэтому некоторые вязальщицы, которые вяжут изделие и не попадают в плотность, то есть они связали изделие и говорят, что плотность была одна, стала другая. Просто, возможно, они меряют эту вещь, надевают ее после того, как связали перед ВТО. То есть нужно произвести полностью ВТО, и затем изделие, оно будет сидеть именно так, как повела себя пряжа в образце после ВТО. Также на образец, на плотность образца влияет, какими спицами вы вязали. Вот, допустим, вот этот образец я вязала на спицах Айдзи. Это металлические спицы номер 4. Если же я возьму эту пряжу и буду вязать спицами номер 4, но уже деревянными спицами, или металлическими, но кубическими, или алюминиевыми спицами, может быть, пластмассовыми буду вязать, то моя плотность также поменяется, потому что по разным спицам из разного материала пряжа скользит по-разному, и поэтому мы будем или сильнее, или слабее затягивать наши петли. Также я хотела вернуться к перерыву в вязании. То есть, сейчас я хочу поговорить про долговязы, особенно если это какие-то изделия, кофточки, связанные лицевой гладью. Возможно, некоторые из вас могли заметить, что если вы вязали кофточку или, допустим, платье лицевой гладью, вы довязали до определенного момента и оставили. Вернулись к этому платью где-то через месяц, два, три, полгода, кто-то через год возвращается. И можно заметить, что следующий ряд, который вы вяжете, он будет выделяться. И это будет происходить не потому, что пряжа как-то там слежалась, или как-то запомнили спицы, вернее, запомнили петли положения на спицах. Это происходит не по этим причинам, а происходит это все потому, что также у вас меняется плотность со временем. И поэтому может первый ряд вот этот вот отличаться. Ну и, соответственно, все остальное полотно, если потом посмотреть, оно будет или шире по отношению к тому, что вы вязали год назад, либо наоборот уже. Ну и, как бы, я хотела подвести некоторые итоги, выводы. Это то, что образец нужно обязательно вязать. Желательно вязать образец достаточно большой. Нужно измерять образец до ВТО и после ВТО. Измерять нужно лентой, а не линейкой. И именно той лентой, которой вы делали замеры окружности тела. Также необходимо вязать как образец, так и само изделие одним и тем же номером спиц, спицами из одного и того же материала. И не делать больших перерывов. То есть, если вы вяжете какое-то изделие, например, большое, такие как плед, то нужно хотя бы один-два ряда обязательно вязать каждый день, находить на это время, но не оставлять на совсем большие перерывы в недели, месяцы и тем более уж годы. И теперь я хочу ответить на последний вопрос, почему же я не вяжу образцы, либо вяжу их очень редко. И я это делаю из-за своей лени. Вот эти образцы, которые у меня есть, которые у меня остались, я вязала для изделий, которые я вязала не себе и не своим деткам, которым, в принципе, все равно, что получится в итоге. Главное, это было милое и сделанное мамиными ручками. То есть, я вяжу образцы, когда это совсем новая пряжа, из которой я не вязала совсем никогда, а также образцы для изделий, которые я делаю на заказ. На заказ обязательно нужно вязать образец, не надеяться на свою удачу, потому что, когда вы делаете на заказ, как правило, это нужно сделать в определенный срок. И если вы в этот срок не уложились, то или цену надо снижать, или заказчик уже не захочет к вам больше обращаться. Поэтому вам точно надо вымереть плотность, чтобы потом изделие не перевязывать. Вот это вот, например, я вязала шрак на заказ. Здесь я никогда не пользовалась этой пряжей от Сиам, и поэтому в подарок брату я вязала жилетку, мне нужно связать был образец. Красный джемперочек я вязала тоже на заказ. Ну, а этот образец я вязала мужу пулловер, и тоже вязала его с той целью, это бобинная пряжа. И мне нужно было посмотреть, как же она себя ведет после того, как я ее постираю. Поэтому тоже мне пришлось связать образец. Ну, а для себя, когда я вяжу, я вяжу обычно из пряжи, с той, которой я уже знакома. И, в принципе, в процессе вязания я что-то меняю, что-то дополняю. Вот, например, как последнее изделие я вязала платье. Изначально у меня было задумано без воротника, то есть широкой просто горловиной. Но в конце я решила сделать воротник-хомут. Также я постоянно примеряла изделия на себе в процессе вязания. И где-то делала прибавки, где-то убавки. И, в принципе, конечный результат я не знала. Если же вы вяжете на заказ, то вы знаете, какой должен получиться конечный результат. И здесь такого творческого порыва как бы уже не будет. Поэтому без образцов никак не обойтись. Также я вяжу очень редко образцы, потому что люблю вязать такие изделия, как пледы, шали, изделия оверсайз. Либо люблю вязать крючком, если мне не хочется совсем вязать образец и считать. Потому что как-то вот с крючком намного проще. Не было у меня никогда такого, что нужен был обязательно образец. Я набираю цепочку из воздушных петелек, провязываю первый ряд. И уже, в принципе, можно примерить это изделие на себе и посмотреть, будет оно широко или узко. Так что, когда я вяжу крючком, я, конечно же, образцы тоже не вяжу. Но это делаю я. Это еще раз повторю мое мнение. Ну и все, пожалуй, закончим с образцами. Наговорила много всего. Возможно, сумбурно. Что-то непонятно. Вы можете написать свое мнение. Я знаю, что многие не вяжут образцы, ориентируясь по этикетке. Я так никогда не делала. Вообще, на этикетку я очень редко смотрю. Только смотрю там, какой состав. И иногда могу посмотреть, какой номер спицы или крючка предлагают производители. Вот. Поэтому пишите ваше мнение. Говорим. И на этом я хочу сказать вам большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.